Полки в аптеке Томаса Каудориса забиты лекарствами. Сейчас те греки, у которых есть медицинская страховка, пока еще могут покупать препараты по приемлемой для них цене. Однако доплачивать за те или иные лекарства, которые не покрываются полностью страховкой, приходится все чаще. Все катится вниз, деньги утекают, я всего боюсь. За последние годы греки привыкли к дефициту некоторых лекарств, особенно дорогих препаратов против рака. Фармацевт опасается, если Греция выйдет из еврозоны, лекарств станет еще меньше, потому что их все равно придется импортировать и платить в евро. Могут возникнуть проблемы с инсулином и иммуностимуляторами, так как они импортные. Я даже не знаю, что произойдет на следующей неделе. Аптека работает с крупной фармацевтической компанией. Складские помещения забиты лекарствами до предела. Даже без свежих поставок снабжение клиентов обеспечено на месяцы. Цены на лекарства в Греции определяются государством. Вот почему в стране многие медикаменты значительно дешевле, чем в других государствах Европы. А дефицит некоторых препаратов связан с тем, что их перепродают. Для того, что лекарства в Греции дешевые, многие дилеры продают их за рубеж, чтобы увеличить свою прибыль. Вот почему возникает искусственная нехватка препаратов на внутреннем рынке. Значительная часть греков больше не может позволить себе покупку лекарств. Около трех миллионов человек не имеют медицинскую страховку. Они полагаются на благотворительность. Сотрудники этой организации работают на общественных началах. Сейчас как раз пришел гуманитарный груз из Германии. Новая партия лекарств для тех, кто не в состоянии их купить. За последние шесть лет бюджет на здравоохранение был урезан на 48%. Все может рухнуть в любой момент. Если бюджет не увеличить, станет только хуже. Томас Коудурис ожидает, что в будущем ему придется сложнее. Чем больше греков из-за экономии будет отказываться от государственной системы здравоохранения, тем меньше клиентов будет к нему приходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова